Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Нас всех очень волнует события в Беларуси. И мы решили посмотреть сегодня на эти события с точки зрения интересов Латвии. То есть мы знаем, что Беларусь – это один из крупнейших наших торговых партнёров. Это крупнейший партнёр по транзиту, потому что, наверное, где-то процентов около 30 транзитных грузов идёт через латвийские порты как раз из Беларуси. Поэтому мы решили эту тему рассмотреть с экономической точки зрения. Пригласили для этого в нашу программу члена правления Союза беларусов Латвии Елену Лазареву. Добрый день. Добрый день. И параллельно Елена уже почти, наверное, 25 лет, 30. Фирма наша с 91-го года работает. Ветеран латвийской экономики. Вот Елена, несмотря на её прекрасный внешний вид, является ветераном торговли с Беларуси и знает беларусскую экономику с такой вот внутренней точки зрения, как партнёр, как компания, которая плотно и внимательно изучает беларусский рынок. И сегодня мы хотим, ну, немножко посмотреть на ситуацию в беларусской экономике с точки зрения её конкурентоспособности, её перспектив при разных сценариях политического развития в этой стране. Приглашаем вас звонить в студию по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9, делиться вашими мнениями о происходящих событиях, как вам представляется эта ситуация, какие вы видите выходы из неё, являетесь ли вы, может быть, поклонниками каких-то беларусских марок. Ну, я знаю, что есть множество женщин, которые пользуются беларусской косметикой, потому что она очень качественная, доступная по цене. Есть поклонники беларусской мебели, беларусской обуви, конечно, масса поклонников беларусских дверей, потому что они отличаются хорошим качеством и очень конкурентоспособной ценой. Итак, у нас вот даже уже сейчас появились звонки. Давайте мы всё-таки дадим сначала слово нашей гости, а затем перейдём к ответам на вопросы. Немножечко буквально прошу радиослушателей буквально пять минут дать возможность нашей гости высказаться, а потом мы начнём с вами вместе вот эту дискуссию и обмен мнениями. Итак, Елена, ну, один из самых главных таких вопросов, который сейчас очень волнует латвийское общество, в том числе, ну, не только людей, которые имеют родственников в Беларуси, друзей там и так далее, которые там бывали, а может быть, никогда не бывали. Ну, ментально связано с Беларусью, но и коренное население латышей, потому что латыши тоже разделились в восприятии их событий, ну, как говорят мои некоторые коллеги, даже не 40-60, а 50 на 50, потому что возгласов в защиту политики президента Александра Григорьевича Лукашенко раздаётся всё-таки достаточно много и на латышском языке. Поэтому один из таких важнейших вопросов и достижений Беларуси – это её промышленность, её рабочие места и её борьба за свой народ, социальные гарантии – это бесплатная медицина, бесплатное образование, ну, фактически уверенность в завтрашние дни, завтрашние дни, которое мы забыли уже 30 лет назад, когда пережили, так сказать, такой шоковую терапию, переход к рыночной экономике с закрытием массы предприятий, ликвидацией множества рабочих мест. Вот как вам видится эта ситуация с точки зрения партнёров белорусских предприятий? Действительно ли там всё под властью, так сказать, железной руки президента, и он конкретно каждому указывает его место и так далее, не даёт шагу ступить, никаких частных там бизнесов, никаких частных инвестиций не допускается, и всё вот плановая экономика в её самом таком ужасающем виде? Или всё-таки ситуация иная? В первую очередь я хочу сказать, что я действительно очень люблю Беларусь и часто там бываю, и поэтому, конечно, приезжая в эту страну, мы, может быть, смотрим на все события как бы со стороны. Мы соседнее государство, может быть, не так, как белорусы, которые живут внутри страны. Но я хочу сказать, что страна прекрасная. И самое важное, что, живя даже за пределами Беларуси, я горжусь этой страной, и мне очень приятно, что Латвия граничит. И наша фирма с 91-го года работает с предприятиями Беларуси. Это в начале 90-х были основные наши партнёры. Сейчас мы, конечно, расширили круг предприятий, с которыми мы сотрудничаем. Но, тем не менее, Беларусь остаётся нашим основным партнёром. События развивались пораньше. Но что я хочу сказать? Те предприятия, с которыми мы работаем сейчас, а наша фирма специализируется именно на строительных материалах, поэтому я не могу так вот широко рассказывать о промышленности, но в том секторе, в котором мы работаем, работаем мы довольно успешно. Что я хочу отметить? Конечно, это в основном предприятия, которые находятся ближе к нашему пограничью. Потому что, конечно, транспортная составляющая всегда в любой продукции имеет большое значение. Ну, особенно, когда везут тяжёлые материалы, такие как бетонные конструкции или же цемент. Да, то есть, которые недорогие по цене, то транспортная составляющая довольно большой процент забирает. Хочу сказать, что, допустим, Могилёвский комбинат силикатных изделий – это наш партнёр с 90-х годов. И мы работаем с ним до сих пор. Это государственное предприятие? Это закрытое акционерное предприятие, где собственником является коллектив. И что самое интересное, приехав вот в этом году, буквально весной, мы каждый год ездим как бы со своими партнёрами. Это и заключение договоров, и всё-таки лишний раз пообщаться вживую. И в этом году мы были как раз… нам сделали небольшую экскурсию по заводу. И вы знаете, я была просто поражена. Это цементное производство идеальной чистотой. Идеальной чистотой, несмотря на большие территории. Никакой пыли. Пыль есть, конечно, но она убирается, работают вытяжки. И даже при выходе нам предложили обувь помыть, да, то есть есть специальная комната, где это можно сделать, выходя с предприятия. А с какой любовью рассказывают о технологии производства газобетона? То есть это, в принципе, как испечь пирог. Там очень важны составляющие, очень важна технология и так далее. И вот главный инженер, который, кстати, работает на заводе после окончания института. То есть это человек, который заводу уже больше… Он дал жизнь. Он уже 30 лет работает и просто фанат этого завода. И, кстати, я что хочу сказать. Действительно, на всех заводах, с которыми мы работаем, люди, которые руководят заводами, это люди высокого уровня профессионализма. То есть это не политические ставленники, как у нас, а именно профессионалы. Нет, это реальные производственники и профессионалы с большой буквы. Потому что, допустим, на заводе на Волукомле, это завод, который керамзитовый гравий выпускает, директор предприятия, он недавно защитил диссертацию, связанную со своим производством, именно с керамзитовым гравием, потому что они еще блоки керамзитовые выпускают. То есть технологических нюансов много. И я к тому говорю, что участвует и наука в этом. И даже в какой-то степени они к этому стремятся и даже, может быть, и требуют. То есть получается, вот смотрите, у нас, когда происходила приватизация, то на некоторых предприятиях, ну я, например, вспоминаю Дом печати, издательство ЦК Компартии Латвии бывшее, которое было отдано на приватизацию, и трудовой коллектив получил тоже какие-то акции. Но потом прошло совсем немного времени, когда эти акции у людей начали скупать за бесценок, и очень быстро оно перешло как бы просто в какой-то индивидуальный частный карман. Вот названный вами пример Могилевского завода, где собственником является трудовой коллектив, это свидетельство того, что не было какой-то силы, которая бы хотела прибирать это предприятие к рукам, или же само государство каким-то образом этому препятствовало. Знаете, самое что интересно, вот эта форма собственности, они считают это большим достижением. То есть не как проходной какой-то этап временный, который потом приватизировал кто-то. Они считают это большим достижением, потому что это было госпредприятие, и хочу сказать, что вот этот вид собственности, он позволяет более гибче формировать ценовую политику. И в какой-то степени предприятие более динамично может реагировать на все процессы, которые происходят на рынке, и являясь экспортером, она может улавировать вот этот момент, потому что мы всегда говорим, что очень важно, я думаю, не только в строительстве, не только в строительных материалах, чтобы товар не уходил с рынка. То есть если в Латвии существует такой товар, его знают. Привыкли к марке какой-то. Знают белорусский газобетон, да, его любят, покупают, и вдруг он исчезает. И если он исчезает на 2-3 года, через какое-то время вернуть этот товар на рынок уже тяжело. Допустим, вот пример с цементом. Очень большие объемы цемента продавались белорусского здесь, в Латвии. Несмотря на конкуренцию, несмотря на жесткие условия сертификации, этот товар проходил все параметры. Но, кстати, была и кампания прямого противодействия. Бродсенский комбинат просто душил. Да, в 2000 году был даже суд совета по конкуренции, который мы выиграли, да, потому что, ну, реально препятствовали, чтобы этот товар присутствовал на рынке Латвии. Это чисто была конкурентная борьба здесь уже внутри. Это был действительно серьезный такой процесс, который мы выиграли, потому что действительно по качеству товар ничем не хуже. тот, который выпускает Бродсене. Но если мы берем Бродсене, да, то если это было в 2000-х латвийское предприятие, то за эти годы уже, по-моему, три раза менялся собственник. И поэтому сейчас уже понятие местного производителя уже такое расплывчатое, да. То есть кто... Ну, производитель-то местный, а он местный, да. Но прибыль уходит куда-то далеко. Прибыль уходит за рубеж, да. Поэтому здесь вот эти тоже вещи уже не так, как было в 2000-м, да, когда это все-таки латвийское было предприятие. Вот. Поэтому и вот с цементом тоже из-за ценовой политики был период, когда он ушел с рынка, потому что, ну, цена была непроходная. И сейчас, конечно, было бы хорошо, чтобы он тоже присутствовал, потому что качественные товары хорошие. Над этим тоже работаем. То есть, может быть, действительно, он присутствует на рынках, в производстве его очень хорошо используют. Здесь в Латвии рассыпной цемент. Но до частного потребителя, вот мешковой товар, он еще пока что, ну, не столь широко распространен. Хорошо. Вот все-таки хотелось бы понять эту преватационную модель Белоруссии, которая, ну, позволила людям сохранить, ну, так бы, ранее общенародную социалистическую собственность в своих руках. Ведь у нас по этому поводу масса мифов существует, что люди, как бы, колхозы, это дело такое малоэффективное. Тупые колхозники ничего не знают про рентабельность и про управление бизнесом. Вот должны прийти эффективные менеджеры. Вот они и всемогущая рука рынка. Эффективные менеджеры в любом случае должны быть. Да, да. Как бы там ни было. И рука рынка все выправит. Поэтому это стадо надо как можно дальше отодвинуть от рычагов управления. Ведь у них нет денег. Они будут стремиться дивиденды обязательно в карман присвоить. А предприятию нужно развиваться, ему нужно, так сказать, вкладывать прибыль в развитие и так далее. Получается, что это миф, как рыночное отношение, понимаете, есть теория. То есть это все правильно. Они развивают и двигают прогресс и так далее. Но нюанс в том, в каком состоянии каждое предприятие приходит в эти рыночные отношения. Что произошло с Латвией? Это как такой первоклассник, который не знает рыночных отношений, хотя умненький такой, крепенький, но он первоклассник. И приходят, допустим, уже такие выпускники университета, скажем, да, запада, которые уже предприятия, которые уже знают, как это будет и как это работает. И, конечно, говорить о рыночной экономике в таких условиях очень сложно. И поэтому это произошло с Латвией. Не мог выиграть первоклассник перед студентом. А почему в Белоруссии не произошло? В Белоруссии, что мне нравится, там все-таки люди такие, которые любят рассуждать и не принимать таких быстрых решений. И это первый фактор, который, то есть там любое решение, оно многоступенчатое. То есть нет такого, что руководитель решил и все. То есть вот эта вот, скажем, степень согласования этих решений, вот этот механизм, он существует даже до сих пор на заводах. И с одной стороны, кажется, бюрократия, соглашусь, да, но с другой стороны, это позволяет не делать каких-то резких движений и, может быть, более правильное решение принять. Ну, что спасло Беларусь? То, что ты спрашиваешь. Во-первых, наверное, вот эта вот невозможность быстрого принятия решения, что отдать на приватизацию или нет. И все-таки сохранялись требования плановой экономики вообще. Ну, то есть роль государства была в этом? Да, потому что вот именно в те моменты, когда рядом существует рыночная экономика, а ты все-таки к ней еще не готов, у тебя какое-то время должна существовать эта плановая экономика, которая спасла эти предприятия. Но время идет. И сейчас уже как бы предприятия понимают, что вокруг происходит, да, что такое рыночная экономика. И сейчас вопрос встает и менеджмента очень важный, вопрос ценообразования и вообще планирование экономики как таковой, которая существовала в 90-е, даже в 2000-е, ее сейчас надо пересматривать. Потому что в какой-то степени она может являться уже тормозом. То, что мы упоминали ценовую политику. Давайте послушаем, что у нас радиослушатели. Не наушники, да? Да, надевайте. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый день. Я абсолютно согласен с вашей гостью. И я тоже очень люблю Беларусь, потому что я там была каждый год, за исключением этого года, когда вот такая ситуация с пандемией, пожалуй. Там действительно очень добрые, отживчивые люди. И вы не упомянули главное сельское хозяйство. Потому что когда туда приезжаешь, ну, лично я, я не могу отъесться тех продуктов, которые местного качества, производства и так далее, да. Дальше, то есть, перечислять можно бесконечно заслуги Беларуси. Беларуси, потому что, как только пересекаешь границу, у них начинается жизнь. Это трактора, это комбайны, это стада коров, пасущихся там. Ну и цены, конечно, да. На лекарства, на бензин, на коммунальные услуги. Ну, они в разы отличаются, конечно, от наших. Дальше, там нету никакого бандитизма. И когда столько грязи выливают на Лукашенко, что он диктатор, там, насильник и душегуб, ну, просто противно это слушать. И, на самом деле, вот вопрос вашей гости. Скажите, не кажется ли вам, что после ухода Лукашенко Беларусь просто раздербанят, уничтожат то же самое сельское хозяйство, для того, чтобы пустить на этот рынок Польшу, и чтобы сделать всё, что происходит у нас. Не оставить ничего, что было создано, а всё развалить, разворовать и приватизировать по дешёвке. Спасибо. Хороший вопрос. Спасибо большое. Вернусь к началу вашей речи. То, что натуральное хозяйство, действительно, продукты очень хорошие, особенно молочные продукты. И это неоспоримо. Ещё очень важный момент, вот то, что вы упомянули, там нет такой большой разрозненности между развитием территорий. То есть регионы все работают, хозяйство работает. Там нет такого, что вся жизнь происходит в Минске и на окраинах. Да, то есть если мы берём Латвию, то всё производство там на 70% ВВП, да, это Рига, Рижский район. Там такого нет. И поэтому там делается эта госполитика поддержки регионов, потому что если это запускать естественным путём, то, скорее всего, люди будут уезжать. И это только государство может инвестициями, какими-то льготами и так далее регулировать, чтобы люди оставались жить в регионах. И регионы там работают, потому что все предприятия, с которыми мы, допустим, сотрудничаем, это Витебская, Могилёвская область, Гродненская и с Минском тоже, конечно, работаем. Но я о том, что это не только Минск, то есть это и регионы. И это очень важный аспект развития хозяйства, экономики вообще в целом Беларуси. То есть где родился, там и пригодился. Да, да. Конечно, где-то едут, но я говорю, что не пустуют эти регионы. Нет такого, что тут густо, а там пусто. Ну, даже вот такой пример, да, в Витебске проходит этот фестиваль «Славянский базар». Да, и в этом году проходят зовут тоже. На него же едут со всей Беларуси люди на эти концерты. Я могу сказать, больше же «Славянский базар» для любого белоруса – это большая гордость. И что удивительно, ну, как не удивительно, а что надо подчеркнуть, что это, опять же, национальный белорусский продукт. Это не чей-то, да, то есть как у нас была «Новая волна», которую привозили из России. Это именно белорусский продукт, большой проект, и которым белорусы гордятся. Во время фестиваля, если вы приедете в Витебск, в любом кафе вас спросят, откуда вы приехали, и с гордостью будут рассказывать об этом фестивале. Это действительно очень приятно, потому что это вот действительно праздник всей страны. Даже не говоря, что там приезжают из других стран. Ну, то есть для самих белорусов это большое событие, большой праздник. Если говорить о событиях, которые сейчас происходят, они очень многоплановые. И мне не хотелось бы комментировать то, что происходило, потому что очень разные мнения. И вот Людмила тоже в начале передачи сказала, что 50 на 50, и то правильно, и в этом что-то есть. Ну, вот как-то, да, наверное, правда где-то посередине. И когда я общалась вот с белорусами в это время очень часто, потому что мне самой было очень больно на это смотреть. Ну, разные аспекты, потому что комментировать события 9 августа, чисто в день выборов, да. То есть, да, было очень много насилия, что потрясло всю Беларусь. Я не могу об этом не сказать. Я не хочу останавливаться там на фотографиях, на какой-то модификации этих снимков и так далее. Да, то есть, для белорусов очень, ну, скажем, мирных, очень толерантных, это был шок. Это был просто шок. Даже кто не участвовал в этих митингах и так далее, это был шок просто самого происшествия. И, ну, как бы говорить правильно, это неправильно, я не буду. Другое дело, что дальше, да, передача координационному совету власти и так далее, эти все варианты. Я думаю, что в Беларуси это не должно произойти, потому что, как я говорю, что там должно медленно, но произойти все правильно, когда будет ситуация рассмотрена с разных сторон. И здраво, и с холодным мышлением. И к этому приходят сейчас белорусы, да. Народ высказал, как бы не было требований, что экономически плохо, каких-то социальных, да. То есть был вопрос только о фальсификации итогов выборов. На это надо обратить внимание. Правда это неправда, да. Но должен быть диалог в первую очередь, я считаю, народа с властью, да. И власть должна говорить все-таки в виде диалога. Потому что людям надо понять, что произошло, да. Что-то принять, в чем-то разобраться. И действительно разобраться, ну, как скажем по-честному, это могут сделать только сами белорусы. Я не считаю, что люди, которые находятся за пределами Беларуси, могут на это повлиять. Но в то же время, если этот процесс опять загонять в рамки, что я считаю так и только так, тоже нельзя. То есть из этого формата уже Беларусь вышла. И я очень, конечно, надеюсь, что белорусы найдут это решение, найдут решение внутри страны, именно благоприятное для Беларуси. Потому что революционных перемен, приватизаций Беларусь просто не выдержит. Как бы нельзя сказать, что будет все плохо. Нет. Если даже что-то, власть поменяется. Но я надеюсь, что должны произойти какие-то структурные перемены. И все-таки те события, которые произошли, их надо брать во внимание. И не двигаться так прямолинейно, как, может быть, происходило до сих пор. Да, у нас есть еще звонок. Давайте мы послушаем, что нам говорят слушатели. Добрый день. Говорите, мы вас слушаем. Добрый день. Александр Викторович Лукашенко. Это самый лучший, самый уважаемый не только белорусами, но и всем народом нашей уничтоженной Горбачевым Адольфом Гитлеровичем страны. Александр Григорьевич Лукашенко не является компрадорским буржуем, каким является Горбачев Адольф Гитлерович. Это глава буржуазной, компрадорской буржуазии. Они компрадоры. Они все на продажу. А Александр Григорьевич самый уважаемый. Он сохраняет, но не разбрасывает, не распродает, не ворует. И дай Бог Александру Григорьевичу и его соратникам здоровья, успехов. И весь белорусский народ проголосовал за Лукашенко Александра Григорьевича. 80% это достойное. Спасибо. Спасибо вам. Ну, надо действительно отдать должное Лукашенко, что это человек, который, ну, наверное, отличается от многих постсоветских лидеров тем, что он никогда не уводил какие-то деньги из страны, не заводил себе счетов, квартир, домов там по заграницам. Да, то есть он всегда был нацелен на Белоруссию, на ее будущее. И, ну, в этом плане он человек абсолютно честный, да. Можно, так сказать, дискутировать о его каких-то политических колебаниях и так далее. В попытках, ну, выторговать или получить условия лучше для своей страны в различных аспектах ее деятельности. Но все-таки мы должны отдать ему должное как руководителю, который сохранил страну. Ну, и, кстати, одним из таких ярких показателей в сравнении, допустим, с Литвой и Латвией, которые сейчас выступают как страны, которые поучают его, там, предлагают ему какие-то решения политические, он сохранил население. Потому что, ну, да, был спад прироста населения во всех странах после распада Советского Союза. В некоторых странах он был более драматическим, в некоторых менее драматическим. Но все-таки Беларусь после вот спада 90-х годов вышла на какой-то, на какую-то горизонталь и сейчас сохраняет свое население. Это, кстати, показатель тоже экономический, да. Потому что если спокойно в стране, и ты, в принципе, уверенно смотришь свое будущее, растут семьи. То есть это тоже напрямую связано с экономикой. Поэтому более-менее экономика стабильная и социально ориентированная, потому что на предприятиях работает большое количество людей. Может быть, даже в каких-то случаях это не совсем эффективно, но рабочие места сохраняются. Поэтому говорить, вот я говорю, что в социально ориентированной экономике внедрять рыночные условия – это будет крах, поэтому это недопустимо. Я очень рада, что руководство многих заводов вышло на диалог с коллективами, были беседы. Это очень важный момент. Он должен происходить. Александр Григорьевич тоже встречался и ездил на завод, и это тоже есть много видео. Но, по крайней мере, может быть у людей разная реакция, но, тем не менее, идет диалог. Это очень важный аспект. Я думаю, будет найдено то решение, которое будет оптимальное для Беларуси. Я даже в этом уверена. Елена, вот у меня такой вопрос, может быть, такой обывательский. Когда мы говорим о вот этих рабочих местах Беларуси, об ее экономике, то часто приводят в пример средние зарплаты и средние пенсии. Говорят, ну вот, вы знаете, они там живут в бедноте, они там нищие. Если бы им границы открыли, они бы все рванули оттуда. И это тезис, который широко циркулирует, в особенности в молодежной среде, и в особенности в среде нашей молодежи, которая Беларуси вообще в глаза не видела, никогда там не была, воспринимает ситуацию в стране только по масс-медиа, которые не жалели красок для представления Лукашенко, как тирана и деспота в течение всех лет его руководства страной. И есть вот то, что вы сказали в самом начале, что люди патриоты своего дела. Вот где здесь правда? Она может быть тоже посредине? Вот если этот Могилевский завод, ему скажут так, всех в сад, всех на волю, рванут рабочие работать там не за 300, не за 400 долларов, а… Ну, кстати, средняя зарплата у них не 400 долларов, а выше, наверное, сейчас все-таки. Ну, не скажу, если честно, точная цифра. Рванут они сразу же куда-то искать счастье? Или все-таки они действительно патриоты, и у них есть акции этого предприятия, они видят, что оно развивается, что оно успешно работает? Ну, от добра добра они ищут, да? То есть человек, который работает, который зарабатывает, никуда рваться именно, вот, понятие искать. Откроют границы и не побежит. Я другое хочу сказать, что, вот, понимаешь, здесь вот такой нюанс, что вот открытость, да, страны, то есть молодежь уже сейчас глобализация, интернет, все про все страны, все все видят, знают, да? И она требует уже такой открытости, уже требует, да? То есть ты должен открывать свою страну. И в то же время это чревато, как, допустим, открываются границы в Евросоюзе, когда Латвия вступила, это первым хлынул поток. Но здесь была другая экономическая ситуация, люди многие не имели работы. Поэтому там другая ситуация. Или в 2009 году они рванули от своих кредитов, потому что даже когда они отдавали закредитованное имущество банку, они все равно оставались должны. И сколько бы они тут не зарабатывали, судебные исполнители от них взыскивали эти кредиты. То есть люди уезжали просто потому, что взыскание кредитов за границей – это гораздо более сложная процедура, и банки на это не шли. Ну вот это тоже один из аспектов. Поэтому я говорю о том, что я не могу оценивать Александра Григорьевича вот по пунктам, да? Я вижу, как страна движется, и мне это нравится. И он как руководитель, первая заслуга, конечно, его в этом. Другое дело, что эти события, которые сейчас произошли, говорят о том, что надо структурно делать какие-то изменения, да? То есть больше открывать страну, чтобы молодежь не считала, что ее держат, что ее запирают, что ее, я не знаю, ограничивают в чем-то и так далее. Как это будет реализовано, я не знаю. Но молодежь учится в Беларуси, там прекрасные высшие учебные заведения, да? И это еще раз подчеркивает, то есть комплексность вот этой системы, да? То есть и люди приходят, у них до сих пор существует, что было в советское время, когда выпускники должны отрабатывать какое-то время по распределению на предприятиях. И мы даже смеялись, мне говорят, ой, ну мы еще там три года обязаны работать, что это такое? Я говорю, а вот у нас студенты ищут работу, и рады были бы, если бы их взяли работать. То есть понимаете, иногда, живя в стране, вот как вот упоминали, да, продукты, медикаменты, социальный пакет этих услуг, это воспринимается как само собой разумеющееся. И вот в этом, то есть, ну не то что беда, да, ну это надо вот, об этом надо говорить, да, но чтобы они видели, как и происходит где-то еще, да, потому что нельзя судить вот по какому-то отдельному случаю, да. Поэтому я говорю, когда мы приезжаем в Беларусь, встречаемся, обсуждаем какие-то темы, действительно, живя со стороны, нам как-то вот виднее, но глобально, я не говорю, что там какие-то нюансы, частные случаи, они есть везде, и я уже не говорю, что в Латвии их просто можно, как говорится, складывать, складывать и складывать, если разбирать по полочкам, да. Но глобально, ты вот говоришь, население растет, это очень важный показатель, да. У нас уехало население и уехала молодежь, да, то есть у нас осталась прослойка детей и пенсионеров, это страшно для государства, причем Европа это не компенсирует никак. Даже те еврофонды, да, то есть, как по оценкам, один человек стоит около 100 тысяч, да, уехавший за рубеж, если даже не больше, да, то есть то, что вкладывает, то есть получается государство в него вкладывает, и он уезжает за рубеж, готовый специалист, сколько теряет государство, то есть это умалчиваются эти темы. А в Беларуси немножко, конечно, с одной стороны эта закрытость гарантирует, что так вот совсем вот не уедут, но как это будет развиваться, но тоже так вот всегда держать закрытое, наверное, тоже не получится. Ну, как закрытость, они же путешествуют точно так же по Европе и так далее. Ну, шенгенская виза, это тоже есть такие разные моменты, но в принципе они, конечно, не то что… Без виза вы въезд в Белоруссию сделали, да, уже несколько лет. Пожалуйста, приезжай в Беловежскую пущу, приезжай в Гродно, в Брест. Ну, к туристические объекты, да, да, да. Причем это все в очень хорошем состоянии поддерживается. Нет, Беларусь открывается, это только плюс, и я говорю, я даже не могу найти таких глобальных минусов, которые вот как бы пытаются тиражировать, сейчас вот какие-то вот такие выхватывать моменты и говорить, как там все плохо. Ну, кстати… Нету там такого, что плохо, нет. Кстати, вот по поводу опять-таки предприятий. Значит, мы рассмотрели модель одного предприятия, которое является собственностью трудового коллектива, но о частному бизнесу действительно вот так палки в колеса вставляют и не дают дыхнуть, и прям зарегулировано так, что он прям не может развиваться. И Ренкевич там, и наш министр… Нет, ну понимаете, к зарегулированности уже все привыкли в Беларуси, поэтому там не вызывает это шок. Там реально есть и показатели к предприятиям, даже к частным, да. Ну, то есть какие-то плановые… Тем не менее, они работают. То есть мы, допустим, поставляем двери из Республики Беларусь, от частного предприятия, и они действительно прекрасного качества. И мы были в этом году на этом предприятии, видели эти площади, люди работают и как бы делают качественную продукцию, понимаете. Экспортную. И они работают. Это, в принципе, частные предприятия, и таких немало в Беларуси, да. Насколько инвестиций, вот тоже, опять же, если говорить об инвестициях, сейчас под Минском тоже КНАФ строит свой завод, да. Ну, опять же, это гипсокартон, если вы знаете. То есть это тоже продукция, которая должна быть, ну, ее выгоднее на территории делать, чем откуда-то поставлять. Вот, поэтому тоже инвестиции идут в Беларусь. Насколько это, понимаете, нельзя, как бы там идет процесс. Он, может быть, не идет так быстро. И самое важное в этом процессе должна быть последовательность. Никаких революций не терпит ни одна экономика. Здесь даже не надо оценивать. Если в любую экономику влезть революционно, да, все плохо, давайте все менять, и с завтрашнего дня не будет ничего. Поэтому я просто всем сердцем желаю, чтобы это вот не произошло никаких революций, и чтобы это действительно делалось осознанно и грамотно. А грамотных людей, профессионалов там хватает. Я не могу сказать, что они вот прям, ну, как-то их нет, и так все плохо. Есть. Если резюме... И предприятия платят, кстати, налогов. Сколько у нас посвящается теневой экономике, да, то есть там действительно предприятия работают, они платят налоги, и это тоже один из механизмов сохранения стабильности государства. Да, то есть бюджет собирается и как бы перераспределяется, и существует господдержка предприятий, которые, может быть, не в лучших условиях сейчас работают, да, то есть без господдержки это были бы банкроты уже сейчас, да, есть и такие предприятия. Но тем не менее, вот я говорю, за счет этой вот социальной политики, чтобы не увольнять людей, то есть делаются дотации предприятиям, чтобы они все-таки продолжали работать, делали реформы и выходили на какие-то показатели. Без платовой экономики это не сделаешь, потому что проблемы, конечно, там тоже есть. Я не могу сказать, что там все предприятия процветают и работают с огромной прибылью, да. То есть у Беларуси тоже это не сырьевая страна, то есть это особенность страны, да, она занимается переработкой и очень часто делает уникальные вещи, которые и в советское время выпускались на весь Советский Союз. И сейчас есть такие производства, поэтому дай Бог не допустить вот этих революций. Это, конечно, однозначно. Ну, если резюмировать нашу сегодняшнюю беседу, то что можно сказать? Вот, например, в круге ваших теперешних поставщиков присутствуют частные предприятия или государственные, или вот предприятия, которые принадлежат трудовым коллективам? Кто превалирует? Конечно, больше в частную сторону, да. Потому что, хочу сказать, с чем мы столкнулись, да, то есть эта ценовая политика госпредприятий очень ограничена. И она не может реагировать на рынок очень быстро. Причем Латвия маленький рынок, это тоже надо учитывать. То есть они зачастую не согласны там реагировать ради Латвии, или маленького потребителя, маленького с точки зрения их объема. Хотя мы всегда говорим, если регион потребляет эту продукцию, страна, ну, Латвия, допустим, да, важно удерживать этот товар на этом рынке. Для чего? Для того, чтобы его знали. Может быть, пожертвовать какой-то ценой, да, потому что цена-то у нас определяется, исходя из тех конкурентов, которые наших условий. И она не значит, что будет такая же цена, как они могут продавать, допустим, Российскую Федерацию, да. Поэтому здесь очень много нюансов, и с этим мы столкнулись. Поэтому сейчас, конечно, большинство – это частные предприятия. Вот мы работаем с большим концертным «Технониколь», и начинали работать, это завод кровельных материалов в Степовиче. Сейчас «Технониколь» пришел на этот завод, это большой российский инвестор, с инвестициями, со своими технологиями продаж. Там, конечно, совершенно вообще другая выстроена система ценообразования, да. И они конкурентоспособны. И они конкурентоспособны. У нас есть возможность последний звоночек принять. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Ой, уже раздумал слушатель нам звонить. На, давайте еще раз попробуем. Добрый день, говорите. Говорите, это Анатолий вас беспокоит. Дело в том, что в частном бизнесе государство предлагает и дает почти беспроцентные кредиты, но с условием, что частный предприниматель не будет тратить на собственные нужды, не больше 20% от прибыли. А остальное обязан пускать... Реинвестировать, да. Да, реинвестировать. Кто хочет, этим пользуется. И белорусы очень много пользуются почти беспроцентными кредитами. Да, вот наша предприятия тоже это использует. Только государство ставит условие, что не больше 20% ты можешь использовать, тратить на себя. Остальное должен реинвестировать. Спасибо вам за большое, за это замечание. Я думаю, что оно очень ценное, и многие действительно этого не знают. Используют, да, используют, потому что есть поддержка именно экспортного производства. Да, то есть те, кто на покупку оборудования, да, и кто производит продукцию на экспорт, эти действительно предприятия пользуются такими льготами. Это есть, и это очень здорово. Ну, хорошо. Хорошо, мы обсудили сегодня экспортный потенциал Белоруссии. Я хочу сказать еще, что я забыла упомянуть, что надо иметь в виду, что та продукция, которая продается у нас, которую мы поставляем, она имеет европейские сертификаты. То есть о том, что производство действительно европейского уровня Белоруссии. Ну, то есть часть этого экспортного потока идет через Латвию и продается здесь, а часть экспортируется дальше в другие страны. И Латвия как раз является партнером в транзитной сфере для Белоруссии. Конечно, стабильность этой страны и ее экономики как источника вот этого экспортного потока для нас очень важна. Поэтому так трепетно мы относимся к тому, что наши государственные мужи говорят в отношении Белоруссии, как они себя ведут. Мы считаем, что здесь нужно быть очень аккуратными, не вставать в позу, тем более, что, к сожалению, мало чему хорошему мы можем научить Беларусь, потому что здесь неуместно учить кого-то, потому что действительно там огромный опыт работы и разные варианты. Поверьте мне, то есть каждое предприятие, каждый год внедряет какие-то технологии, меняется. И я говорю, что это идет, и процесс этот происходит. И то, что, я говорю, произошло сейчас в Беларуси, это может быть вот такой момент, который говорит о том, что должно быть больше диалога, должно быть больше информации такой разной. Все-таки не так вот, как бы, целенаправленно, только одна информация и все. Есть мне одно неправильное, другое мое. Да, то есть это тоже присутствует в Беларуси. Не могу не сказать, да, скажем, не будем хитрить. Вот эта вот открытость сейчас требуется, но то, что за этой открытостью начинают предлагать какие-то революции и так далее, и что плохо и так далее, это уже видно перекос в сторону действительно других интересов однозначно. Спасибо большое. У нас сегодня была в студии Елена Лазарева, член правления Союза белорусов в Латвии, и член правления компании Ильгусемс, которая уже почти 30 лет работает с белорусскими предприятиями, поставляя их продукцию на латвийский рынок. У нас было много очень звонков, не все мы смогли принять. Большое спасибо слушателям за участие. И, резюмируя наш сегодняшний разговор, мы хотим пожелать народу Беларуси процветания и последовательного прохождения пути, своего пути, не стесняться его. Да, не стесняться, гордиться своей страной. И надеемся, что именно так все и будет происходить в ближайшее время. Спасибо всем за участие в программе. И до следующей встречи.